Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание этих работ по книге Великий музей мира. Обручение святой Екатерины Паула Веронезе около 1575 года, холст масла 377 на 241. Главный алтарный образ церкви святой Екатерины по своему строению является одной из наиболее удачных вариаций алтаря Пизара Тициана из церкви Санта Мария Глориоза Деи Фраль. Та же диагональная асимметричная композиция, благодаря лестнице, ведущей к трону Богоматери в левой части картины. Пара коринфских колонн, как столпы веры, поддерживает своды божественного храма по сторонам от трона. Яркость и насыщенность колорита Веронеза достигает здесь своей вершины. Богатые красные, синие, желтые и золотые краски будто светятся изнутри. Сцена, запечатленная живописцем, сложна и динамична. Святая Екатерина опускается на колени перед божественным троном, на котором восседает Мадонна с младенцем Иисусом. Один из ангелов подает ее правую руку младенцу, чтобы тот смог одеть на нее обручальное кольцо. Левую Екатерина держит у груди в знак своей веры и повиновения. Ярко написано прорванное светом облачное небо. По нему в честь празднования обручения стремительно опускаются ангелочки Путти, золотой короны для святой. Ангелы у края облаков наблюдают за действием, в то время как другие вокруг трона и у его подножия настраивают инструменты и листают ноты, выбирая, что исполнить по такому поводу. Слуга готов облачить Екатерину в золотую мантию. Здесь Веронезе, как и в большинстве своих композиций, умело соединил глубоко религиозный сюжет, интимный момент веры и благочестия с принятой в Венеции помпезностью и пышностью действия. Вот такое описание к работе обручения святой Екатерины, 1575 год, автор Паула Веронезе, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.